С каждым годом все больше бюджетных средств направляется в сферу здравоохранения Казахстана. Строятся современные клиники, закупается дорогое медоборудование, врачей обучают за рубежом. Наряду с этим проводится и процедура закупа лекарств для пациентов с социально значимыми заболеваниями. В эти дни работники управления здравоохранения завершают процедуру приема заявок на лекарственные препараты, которые выдаются на бесплатной основе. Каков алгоритм их получения по линии ГОБМП и ОСМС и для каких больных они предусмотрены в первую очередь? В 2022 году в фонд соцмедстрахования была направлена заявка на 5 миллиардов 746 миллионов. В рамках этой заявки мы обеспечили многих орфанных пациентов наших. Это спинально-мышечная дистрофия. 21 декабря в прошлом году наш пациент с щитпе, ребенок, получил первую ампулу в детской больнице, областной детской больнице. Также в рамках республиканского бюджета у нас обеспечиваются другие орфанные пациенты по дистрофии дюшина, два пациента по муковисцидозу, два пациента по мукополисахаридозу. Есть также пациент с болезнью Фабри, также есть пациенты, которые используют гормональные препараты. На 2023 год у нас сейчас идут окончательные заявки. Также готовится часть препаратов у нас уже закуплены единым дистрибьютором. Заявки в рамках поступления в программу завершаются. Также ждем закуп оставшихся препаратов. После того, как будет произведен закуп, препараты будут поступать в область. Как отмечают сами медработники, для получения бесплатных лекарств на амбулаторном уровне пациент в первую очередь должен быть прикреплен к поликлинике, состоять на диспансерном учете. При этом его данные должны быть внесены в реестр прикрепленного населения. Кроме того, врачи рассказали нашей редакции, каков алгоритм получения бесплатных медикаментов. Пациенты, чтобы получить лекарственные препараты, должны обратиться непосредственно в поликлинику по прикреплению. Далее врач участковый подает заявку фармацевту поликлиники. Фармацевт поликлиники оформляет заявку в программе ЭФИС. Эта заявка поступает к нам в управление. Далее управление делает свод всех заявок и направляет ее в фонд. Фонд ее согласует. После этого будет оформляться дополнительная заявка. После чего эта заявка будет направлена единому дистрибьютору. Кроме того, врачи напоминают, что в случае перебоев с получением лекарственных средств пациенты могут звонить в контакт-центр по вопросам бесплатного лекарственного обеспечения по короткому номеру 1439, который доступен как для городских, так и для мобильных телефонов. Все звонки бесплатны. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...